Мы в Израиле не успели отдышаться от короны и так победно сообщали, что мы ее победили, как новая беда. У нас практически война. Это называется антитеррористической акцией. Красивое название, очень страж стен. Название у нас красивое все время. Но количество выпущенных ракет уже почти тысяча, если не больше. Падают они в центре страны, на юге. Спокойно могут долететь до севера страны. То есть нет теперь ощущения у людей, что они могут где-то скрыться. То есть практически война идет. Еще плюс ко всему в городах наших, где жило население арабское и еврейское более-менее мирно. Сейчас Бунт. В Лоде, в Атку, в Яфу. В Лоде вообще еврейские кварталы защищались с оружием, говорят. Да, знаете, вышли люди. Это как в какие-то такие давние времена. Где-то там, в других странах. А это происходит у нас здесь. То есть, ну и вопрос мой очень простой. Как жить? Что делать? Сначала надо нам задуматься, для чего жить? Вот это вопрос. А без этого вопроса мы не сможем определиться, как жить. Вы думаете, потому что мы не задаем этот вопрос, поэтому все и происходит? Да. Да. К сожалению, у нас это так. В нашем народе это так. Если мы будем отталкивать от себя этот вопрос, и главное, как бы прожить получше, то нам не будет в этом никакого успеха. Всегда будем защищаться от других. Мы постоянно будем находиться на мушке, на прицеле у всего человечества. И хорошего из этого ничего не получится. Никогда. Кстати, о всем человечестве сейчас проходят демонстрации, конечно, в арабских странах, в Европе. И они практически за палестинцев, за арабское население здесь, против Израиля. Да. То есть, никакие логические доказательства того, что как бы мы не начинали, мы не виноваты. Откуда твоя логика идет? Ну, как какая логика? Ну... Ты оккупант. Да? Да. Для них я оккупант. Да, да и в общем, по любой логике были здесь арабы, пришли евреев, выгнали их, потеснили, построили свои города, все построили, свою страну. И немножко арабов оставили, остальных выгнали. Ну и где же тут справедливость, порядок? Так что же делать? Вот так вы сейчас опять подводите к тупику какому-то... Если у тебя нет прав, настоящих прав на эту землю, то тогда тебе нечего здесь делать. Нечего. Ты убегал, потому что советская власть была плоха, или там фашисты, или еще кто-то там в других странах. Ты спасался от антисемитизма. Но это не решение этой проблемы за счет другого народа. Вопрос такой, что нам, не защищаться? Смотря чем и во имя чего. Ну, во имя того, чтобы хотя бы здесь жить. Вот хотя бы для этого. Живи в другом месте. Почему ты выбрал это место? Потому что ты сионист, потому что тебе земля дорога, не видно по тебе этого. То есть вы все время подводите к вопросам, для чего я здесь, почему я здесь, и так далее, и так далее. Чем тебе ближе Иерусалим, чем Нью-Йорк? В принципе, и не видно, чтобы он был так близок, дорог. Так что я не вижу, за что бороться. Я не вижу, за что кровь проливать. За что страдать. Кричать, что это наше, мы не можем. То, что было, может быть, тысячи лет назад. Ну и что было? Ради этого ты можешь выбрасывать людей, которые здесь жили. То есть у нас не хватает оснований для того, чтобы жить здесь и сказать, это наше. И чтобы все люди, все люди приняли это. Тяжелый вопрос его задает. Нет, это не я. Это Раша задает вопросы эти в начале объяснения Торы. Раша, это комментатор Торы. Да, это очень великий ученый. Да, а что же делать вообще наши ребята там на передовой? Сейчас они должны там заходить, может быть, будет там операция наземная в Газе. То есть может случиться, знаете что? Будут погибать ребята вообще. Хорошего ничего не будет. Не будет. Такое ощущение, что вообще все выходит из-под контроля. А сколько можно тебе давать возможностей на исправление, а ты не исправляешься? Ты снова возвращаешься к тому, чтобы подавлять других вместо подавления себя. Как это объяснить? Смотрите, в принципе, я вижу какое-то логическое продолжение того, что у нас были четвертые выборы. Полный разлак и раздор в правительстве. Правительство составить не можем. Там крики, вопли и так далее, и так далее. Я вижу, что вот это такое одеяло, оно рваное и не может страну покрыть. И в эти дырки начинают входить все. Там арабское население нашей страны, палестинцы и так далее, и так далее. То есть мы сами создали эти дыры. Вот это я вижу, конечно, что нет этого единства и нет, как вы говорили, единого такого отца. Или правительства такого, которое бы стало отцом. Вот сказала бы... Есть у тебя наверху. Только к нему. Если признаешь его, то он признает тебя. То есть вы говорите, что только к нему в результате мы будем обращаться. Вот к этому нас подводят сейчас. Да. Обратиться к народу вот с призывом о единстве. А к какому народу ты обращаешься? Народ совсем не готов к никакому обращению. Его никто не воспитывал таким образом. Что он не готов, понятно, но все равно, знаете... Что? Как говорят, капля камень точит, да? Вот так вот, вот так говорить, говорить об этом. У нас уже были эти тысячи лет, и никто этим не занимался. А сейчас уже, дорогой мой, поздно. Но ты не сможешь одним криком или каким-то действием пробудить в народе то, что в нем не воспитывалось поколениями. Так, вопрос, что делать? Я вас очень прошу, что делать? Сейчас вот наши ребята и там дети наши там в армии, хотя бы с мыслью о них, что делать? Всеми возможными способами объяснять израильтянам и вообще всему миру смысл существования еврейского народа. Для чего он существует? Почему он необходим миру? Миру. Не себе, а миру. И ради того, чтобы выполнить это предназначение, он должен существовать. Не для того, чтобы ему было хорошо, ему было спокойно на какой-то земле или что-то, а ради мира, ради других, то есть ради отдачи всего самого себя на благо мира, чтобы поднять мир к Творцу. То есть вот в этом его задача, да? Да. Вот так вот показать миру, что можно жить в единстве и необходимо, да? Как живет этот народ, а он пока так не живет. Да, да. Быть примером. Быть примером. Отдачи, любви, единства и так далее. Да. Да, дело наше непростое. Подошли к состоянию, когда я думаю, что уже надо это решать в конце концов. То есть вообще вот все наши разногласия, их много во всех секторах, вот это весь разбитый народ на части такие, на эти там религиозные, нелегиозные, там восточные евреи, ашкеназы и так далее, и так далее. Все эти разрозненные части, они должны над всем этим подняться. Да. Для того, чтобы стать примером миру... В объединении. В объединении. Ну, вы реалист вообще по жизни своей? Нет. Нет. Абсолютно пессимист. В этом вопросе вы пессимист. Да, но я знаю, что все равно это исполнится, потому что это не зависит от нас, а от высшей программы. И поэтому я полон надежды. Надежды о уверенности. Что, что полной уверенности? Да, в том, что это сбудется, но вот каким образом? Малой кровью или огромными потрясениями? Это я не знаю. То есть сейчас нас подводят вот к этой просьбе, чтобы мы попросили, чтобы дали нам силы... Да. ...вот объединиться, да? И стать народом единым объединенным. Да. Для мира. Да. Надо работать. Надо работать. Распространять, объяснять как можно больше. Спасибо. Спасибо.